итак дорогие друзья всем доброе утро всем доброе утро мы начинаем начинаем урок торы регулярный регулярнейше уже больше 600 уроков тора прошло представляете максим перенчук всем привет это наверное самая регулярная вещь которая дело в жизни вот так чтобы постоянно прямо уже несколько лет мы делаем эти уроки и слава богу они просто расширяются расширяются и расширяются значит слава богу у нас такие замечательные проходят уроки туры и давайте сейчас собираемся есть сейчас урок и в инстаграме кто больше любит в инстаграме может смотреть этот урок туры в инстаграме кто больше любит в фейсбуке может смотреть в фейсбуке кто больше любит читать потом может их читать потому что потом они все выходят видеть статей и видео уроков на портале во игра и вот сейчас умеет задумка это будет еще и трансляция в youtube трансляция в youtube 15 метров сделать как раз забежал домой отлично максим молодец а я сегодня 30 минут всего победа но твоем возрасте а бегал как раз по 15 метров молодец максим это у нас вот он постоянно народе ходит все обучается программах молодец я тоже когда-то так начинал тренировался считаю что бег и вообще ежедневные тренировки это фундамент для счастливой жизни и человек который хочет реально управлять собой своим внутренним животным он прежде всего должен научиться физически быть здоровым и уделять внимание своему телу то есть властвовать над своим телом а у большинства людей тело над ними властвует и вот это вот внутренняя корова их победила и значит даже если они изучают тору и они развивают свою духовную часть но потом победить когда есть духовная а есть материальная такая животная и обычно все равно побеждает животное и это то что называется грешник силе к силе так грешник по вожделению который не может справиться со своим вожделением со своими желаниями и так далее а чек которые которые цадик праведник да он подчиняет духовному свое материальное это очень прям видно как работает хорошо мы дошли до 16 главы притчи царя соломона мишлей одна из книг торы письменной торы и значит мы изучаем его великую мудрость он был пророк он от бога получил мудрость и делился со своим поколением он делился на примерах понятным им а я сейчас пытаюсь переводить те примеры притчи это примеры которые были понятны им на язык понятный нам вот в общем такая у нас работа значит мы дошли до 16 отрывка в 16 отрывке говорит нам царь соломон следующая кно хохма матов меха рутс он говорит приобрести хохму божественную мудрость насколько это лучше чем даже золото чистое золото у кнот бина и приобрести бина бина это сообразительность это логика нефхар нефхар микесов это лучше предпочтительнее чем серебро значит но мы читаем думаем ну как-то вроде все слова понятные а в один смысл не вкладывается почему потому что мы не знаем то есть для нас сегодня золото и серебро это женские украшения да то есть цепочки какие-то там ну то есть понятное дело что мудрость божественная мудрость если ты знаешь как работает мир если ты знаешь все законы которые бог установил если ты знаешь как устроена душа как какие в тебе есть силы то есть если ты получил от бога через пророков божественную мудрость и ты знаешь как все работает понятное дело что это лучше чем женские украшения Но царь Соломон, он жил же 3000 лет назад, надо понимать. И в то время золото и серебро это было что-то другое. Что это было? Золото это было для них средство накопления. То есть банков не было 3000 лет назад, не было никаких банков. Приватбанка не было, никакого банка не было. И человек, который хотел, а у людей есть вот это вот качество копить, собирать, бояться, что будет со мной завтра. И вот это качество собирать, откладывать и пытаться обезопасить свой завтрашний день с помощью денег, оно было всегда. Теперь золото это было средство накопления, его можно было спрятать. То есть можно было купить какую-то монету, ее закопать. И ты знал, что у тебя лежит эта монета и в нужный момент ты можешь ее продать. Это было, ну золотые монеты, это было, там за одну золотую монету можно было купить, например, там коня или быка, или там дом. То есть это было такое очень ценное сокровище. Но оно было все время спрятано. Золото с собой не носили, чтобы не ограбили, потому что не было банков и полиции тоже не было. И вокруг были вот эти соловьи-разбойники, которые сидели, просто грабили, грабили. И в России, например, кто ввел полицию, это Петр Первый. До этого, до Петра Первого грабили на улицах, вот просто ты выходишь на улицу и все, и нет человека. Теперь, там был, например, еще 1600, я сейчас слушал как раз лекции про 1648 год, когда была война, когда Богдан Хмельницкий в Украине вырезал 300 тысяч евреев. Это было, ну то есть страшные были тогда налеты. Так что они делали? Они захватывали и продавали. То есть еще были невольничьи рынки, рабство. Да, что говорить, рабство в Америке было еще 150 лет назад. Приходили в Африку, загоняли вот этих вот черных афроамериканцев, их загоняли всех на корабль и в Америку, значит, продавали на плантации. Просто как скот. И их продавали, они были рабы. То есть их там еще лет 60 назад в южных штатах, они в автобусах не могли ездить спереди. То есть это было, просто было рабство настоящее. Можете представить, какой другой был мир? Поэтому золото, это было средство накопления, которое было спрятано. Серебро, это было средство обмена. То есть были маленькие кусочки серебра, монетки. И эти монетки люди носили с собой. И одну монетку можно было поменять на там хлеб, на вино, на всякие такие более обиходные вещи. То есть золото спрятанное, средство накопления, серебро средство обмена. Тогда нам станет больше понятно, что сказал царь Соломон. Приобрести хохму, божественную мудрость, это лучше, чем золото. Почему? Потому что божественная мудрость, если человек понял, реально понял, как работает мир, реально понял, что такое добро, что такое зло, от Бога понял, не выдумал, не от Васи Пети узнал, а от Бога, создателя мира, он узнал конкретно аксиомы, по которым существует этот мир. И эти аксиомы, они у него внутри, в подсознании находятся как в виде его ценностей, убеждений, принципов и правил, по которым он живет. То есть он вот Тору учит, или там возьмем 10 заповедей, да, это не просто для него 10 заповедей на скрижалях, это его основа жизни, это его, или там Шма-Исраэль мы говорим утром и вечером, да, зачем нужно всю жизнь евреи, мужчины, утром и вечером, говорят, просыпаясь, три таких отрывка молитва Шма-Исраэль и засыпая. Зачем? Потому что это аксиомы, которые должны быть внутри, вот на жестком диске, именно сквозь эти аксиомы человек должен принимать все решения. Это намного больше, чем золото, это лучше, чем золото, потому что когда ты хранишь это золото в земле, то оно, в принципе, ты знаешь, что оно у тебя есть, но оно тебе больше особо ничего не дает. А когда у тебя есть аксиомы Торы внутри, это всегда с тобой, и это как раз то, что дает безопасность. Когда ты знаешь, как царь Давид просил, он говорит, «Гам, даже если я буду идти долиной смерти, не случится раз, со мной зла не случится, почему? Теотай и Мади, ты со мной», он Богу говорит. То есть, когда у тебя внутри есть аксиомы вот этого Тора, то у тебя есть как раз гарантия безопасности, которую золото дать не может. Золото, наоборот, приходили, пытали, паяльники вставляли, отдай золото. То есть, золото, когда у человека есть накопление, оно, с одной стороны, оно ему дает некую безопасность, с другой стороны, оно ему дает беспокойство. То есть, мы как раз тоже учили в Перте-Авод, что Умножаешь имущество, умножаешь заботу. Теперь, укнот бина, а приобрести бина сообразительность. Что такое сообразительность? Сообразительность – это уже свойство ума, которое называется «мывин давар, меток давар» – понимает вещь из вещи. Сообразительность – это механизм, который в мозге, в интеллекте человека позволяет ему видеть причинно-следственные связи. Он видит, ага, если это так, то значит вот так, а если так, то значит вот так, и так далее. То есть, причинно-следственные связи – это сообразительность. И если Тора, божественная мудрость – это аксиомы, то причинно-следственные связи, сообразительность и логика – это разменная монета. То есть, она годится и в духовных вопросах, и в материальных вопросах. То есть, это то, что используется в повседневной жизни. И это лучше, чем серебро, потому что, если человек сообразительный, то он, то он… Есть известная история, когда в одном… У одного купца было два помощника. И один помощник получал рубль там в неделю, а второй получал 10 рублей в неделю зарплату. И этот, который получал рубль, он говорит, объясните мне, говорит, почему? Вот вы ему платите, он же тоже ваш помощник, помощник купца. Почему вы ему платите 10, а мне платите рубль? Он ему говорит, смотри, давай проверим, значит, почему. Сейчас ты увидишь. Вон, видишь, люди идут, да? Они едут, ну, с телегой. Пойди к этим людям, предложи им наш товар. Там, они продавали, допустим, зерно. Этот приходит и говорит, я им предложил зерно, но они сказали, что им не надо. Он ему говорит, хорошо, теперь берет того, которое 10 получает, говорит, пойди им предложи зерно. Тот, значит, приходит через какое-то время и хозяину докладывает. Говорит, люди эти приехали на ярмарку, приехали они покупать ткани. Значит, купить им надо ткани столько-то, столько-то, столько-то. Значит, и вот они ищут ткани вот такой-то расцветки. У нас есть зерно, а тот, кто продает ткани, ему нужно зерно, и если мы сейчас поменяем зерно на ткани, тогда мы сможем этим продать ткани, и мы заработаем 100 рублей. И тот, который хозяин, тогда говорит тому, который рубль. Видишь, в чем разница? Тебе сказали, пойди, предложи. Ты пошел, предложил и вернулся. Эта работа стоит рубль. А он, он пришел, узнал, что им надо, зачем им надо, откуда они приехали, что, и так далее, и так далее. Это называется качество сообразительность. Видеть в глубину вещей, строить из своих знаний, строить новые комбинации, и если тебе кто-то что-то говорит, понять, почему он говорит, откуда он это узнал, и так далее. Понятно. И это лучше, чем серебро, потому что если у человека есть сообразительность, то в любом месте, в любое время, он найдет, что покушать, найдет работу, и так далее. Поэтому стремиться надо не к деньгам, и не к серебру и золоту, и накоплениям, а к знаниям божественной мудрости, которые спасут всегда и везде, и к сообразительности, которая поможет в любой ситуации найти правильный выход. Это был 16-й отрывок. Теперь 17-й отрывок, он звучит так. Меселат Ешарим Сурмира. Значит, дорога прямых, дословно переводится, Меселат Ешарим, есть такая книга, даже у Рамхали есть такая книга, Меселат Ешарим она называется, Путь Прямых. Значит, Меселат Ешарим Сурмира. Дорога прямых, отодвигаться от зла. Шумерновшо, сохраняющий свою душу, но цердарко. Он должен очень охранять свой путь. Значит, есть такие люди, которые называются праведники, это те люди, которые, они побеждают свое злое начало. У них внутри происходит постоянная борьба, он хочет делать вещи, которые делать нельзя, и он себя побеждает, это называется праведник. Есть люди, которые называются прямые, у них этой борьбы уже нет или вообще нет. То есть у них, вот они от природы, у них хорошие качества, они добрые, честные, такие, у них нет соблазнов, то есть они вот такие, знаете, простые, понятные люди. Есть известная история в Талмуде, как один мудрец, Абай его звали, он как-то на постоялом дворе увидел, что мужчина один познакомился с женщиной, вот, и они шли, раньше же пешком ходили, из города в город пешком шли, и он, значит, этот мужчина договаривается с женщиной, что они вместе пойдут по дороге. Этот Абай, мудрец такой, он, значит, думает, сейчас я их спасу от греха, но если я им сейчас скажу, слушаю, вы не можете вместе идти, и нельзя вам вступать ни в какие отношения, значит, они скажут, да ладно, там не будут меня слушать. Я лучше за ними буду идти, подумал он, он был праведник, он хотел их спасти от греха, и в момент, когда они начнут, значит, друг с другом какие-то отношения, я их тогда и остановлю. В общем, он за ними крадется, крадется 15 минут, 20 минут, час, два часа, он уже прячется за ними, и так, и так. Они идут, доходят они до развилки дорог, прощаются, мужчина ей говорит, ну, все, значит, до свидания, вам направо, мне налево, попрощались и разошлись. И он сел и заплакал, и говорит, если бы я был на его месте, я бы не удержался. То есть, есть люди, которые, он великий мудрец, и он, этот великий мудрец, он, зная природу человека, животную природу, он как раз из второй части отрывка, тот, кто сохраняет свою душу, он охраняет свой путь, то есть, он предохраняется, он ставит ограду для закона, чтобы, не дай бог, не попасть ни в какую тяжелую ситуацию, где он не сможет выстоять. А вот этот мужик и эта женщина, они, видно, были из категории прямые. И эти прямые, они как бы идут себе, идут себе прямо, то есть, нет у них ни соблазна внутренних и так далее. И у них дорога, мы села Тешарим, это как железная дорога. Прямая дорога, главное, главное, чтобы они шли по правильной идеологии, потому что вот такие прямые люди, они иногда, если им в голову, значит, как бы впечатают неправильную идеологию, из них очень получается хороший Павлите Морозовы, которые потом родители сдают, и пионер будь готов, всегда даю готов, от чистого сердца. То есть, вот эти вот прямые, для них самое главное, отодвинуться от зла и идти по хорошей правильной идеологии. Теперь, а остальные, которые знают про себя, что у них есть вожделение и так далее, они должны очень сильно, значит, шомер на вшото, то сохраняет свою душу, он должен охранять свой путь. Надо знать, что окружающий мир на 90% состоит из людей, может, больше, из людей, которые живут в плену своих желаний, эго, люди, которые совершенно даже не думают как-то бороться со своими недостатками, люди, которые, вся их жизнь, это общество потребления, только вот пожрать, поразвлекаться, хлеба и зрелищ, и если не было бы полиции, то тогда они бы просто бы грабили бы, убивали бы, насиловали, потому что, потому что они эгоисты, потому что они считают, что их желание самое главное в жизни. И, значит, человек, который хочет построить в себя духовную жизнь и так далее, он должен понимать, что с кем поведешься, от того и наберешься, и с волками жить, поволчьи выть, поэтому ему нужно, чтобы он не хочет, если он не хочет поволчьи выть, если он не хочет стать таким же, как эти люди, нужно максимально оградить себя от общения с ними, все вот эти вот телевизор, и так далее, это нужно, ну, то есть надо понимать, что это яд, который разъедает душу, он в глаза входит, в мозг и разъедает душу. Дальше, дальше, последний сегодня отрывок, он звучит так, лифней шевер гаон, в элифней кишалон гова руах. Значит, есть качество, которое называется, вот Бог его не любит больше всего, это называется качество гордость и высокомерие, и есть качество, которое Бог любит больше всего, которое называется анава, скромность. Откуда мы это знаем? Маше Рабейну Моисей, он был анав Миколь Адам, самый скромный из всех людей, и Бог говорит, что Маше для меня это Авди, то есть это раб мой, самый близкий для меня человек, он Анав Миколь Адам, самый скромный из всех людей. Что такое скромный? Скромный это человек, который понимает, что его я, его эго, его мысли о мире, это все, как сказал царь Соломон в начале Куэлета, эвэль эвелим, это все пар паров, это все иллюзия. Иллюзия я, существование я, это я, это кто такой я? Я это история, то есть человек живет в некой такой истории, в которой есть у него какие-то желания, какие-то там принципы, правила, знания, цели, воспоминания, но это все иллюзия, это все некая такая история, которая непонятно вообще, где она существует. А когда человек спит, она вообще не существует. И вот это вот эго, это когда человек понимает, что его эго, его вот это я, это иллюзия, а все в этом мире, это божественное проявление, и даже он сам, это божественная душа, которая проявляется сквозь какие-то слова, истории и так далее, это называется анова. То есть он понимает, что весь этот мир, это отражение Бога, и отражение Бога разные, то есть это все, это божественная природа. И он, значит, такой человек, он становится наблюдателем, он становится проводником божественного света, он становится таким, ну то есть он совершенно переходит в другое качество, то, что называется просветление, то есть он соединяется со своей божественной природой и с Богом. Теперь это все достигается через качество, которое называется анова. Анова это скромность. Теперь что такое гордость? Гордость, она начинается с высокомерия, То есть есть оттенки гордости. Высокомерие это когда человек говорит, я самый крутой, меня недооценивают. Он начинает высоко себя мерить и чем выше он себя меряет, тем больше он начинает страдать, потому что его же недооценивают. То есть он себя меряет высоко, а люди его если меряют ниже чем он себя меряет, он начинает страдать. Дальше если у него появляются уже какие-то доказательства того, что он что-то сделал лучше чем другой человек и так далее, высокомерие оно превращается в гордость. А я же сделал, типа я самый крутой. Теперь в этот момент, когда у него вот это вот его я, оно как бы сильно окрепло, то он становится хрупкий и ломкий. И говорит нам царь Соломон, мудрейший из людей, лифный шевр перед поломкой, шевр это поломочка такая, да, гаон. Гаон это гордость. То есть перед тем, как сломаться, люди обычно они о себе выше всего думают. Там тот же, если мы возьмем вот эти все Александр Матидонский, там Гитлер, чтобы стерлось его имя и так далее. То есть все те, которые думали, что они крутые, они вот, самый у них был момент, когда они думали, что они вот прям вообще самые крутые. И сразу после этого и было, был человек и нету, все. Как Саддам Хусейн, которого повесили и так далее. В элифне тишлон, гваруах. А перед падением тишлон это еще не сокрушение, это поменьше. Начинается высокомерие. То есть как только человек становится высокомерным. Говорят, что самый большой враг успеха это успех. Почему? Потому что когда человеку, у него что-то получается, он перестает развиваться. Он думает, что все, я уже крутой. И в этот момент перед падением, перед тем, как он споткнется, наступает вот этот момент высокомерия. Типа, я, ну я уже, я же крутой. И это значит, что вот он сейчас сломается и споткнется. Поэтому, поэтому, значит, элифне шевер гаон в элифне тишлон гваруах перед, перед сокрушением гордость, а перед спотыканием высокомерие. Надо быть скромным, тихим. Дамир, про Сталина я подробно не знаю. То есть, честно говоря, каким был Сталин, никто не знает. Но человек, который убил 30 миллионов человек, то он вряд ли был скромный. Человек, который считал, что он должен захватить весь мир, и у него были планы такие, то он вряд ли был, можно назвать это, скромным. Но я, честно говоря, не изучал лично Сталина, не изучал и не, ну то есть, непонятно. Я про Сталина ничего не могу сказать. Все. Значит, а нам нужно как раз всем чуть-чуть убрать высокомерие и тем более убрать гордость, а быть скромными. Очень скромными, это красиво. Царь Давид, например, царь Давид, он про себя говорил, он говорит, а не то лав и луиш, он говорит, я червяк и не человек. То есть, он очень был скромный. А Авраам Авину, Авраам это, великий Авраам, пророк, он говорил про себя, маани, он говорил, что я, говорит, афар ваэфар, я прах и пепел. То есть, кто я вообще, да? Это в Перте, вот мы учили, что Акавия бен Мелалэль, а я уме. Был такой Акавия бен Мелалэль, он говорил, истакэль бешадварим вээна табалия деавера. Посмотри на три вещи, и ты не придешь к преступлению. Да, миаин бата, знай, откуда ты пришел. Вэляна таулех, и куда ты идешь? Вэль лефней миа таатит литандин вэхишбон. И перед тем ты в будущем будешь держать ответ. Откуда ты пришел? Спрашивает Акавия бен Мелалэль. Мити паструха, из капли вонючей такой, смердящей. То есть, ну, из семени. Семя человека, это такая маленькая капелька. Дальше. Вэляна таулех, куда ты идешь? Лимаком, афар, римавы талаа. Вместо гниения, праха и червей. Модила. Вэль лефней миа таатит литандин вэхишбон. А перед тем ты будешь потом держать ответ за свою жизнь. Лифней мэлэх, млахай, млахима, кадош баруку. Перед царем царей, богом, богом, святым, святым богом. И поэтому человек должен быть скромный, понимать, что мы здесь проходим жизнь вот так вот. Просто проходим, как просто проходим. Все, удачи, успехов, чтобы мы хорошо прошли. Все, удачи всем. Набрали божественной мудрости и набрались сообразительности. Всем прекрасного дня.